Всем привет, это Виктор Золотов. Слизняки из ФБК меня обвинили в том, что я не о проверках, а так называемое расследование. Что ж, мое второе обращение будет состоять только из фактов. Мои сценаристы сказали, что на YouTube есть модный формат обзор. Так что сейчас я буду делать обзор на еду, которую мы покупаем для своих сотрудников. И первой у нас пойдет картошка. Ну, что можно сказать? Отличная картошка, свежая, выращенная в Краснодаре, не где-то за бугром, без ГМО, без химии. Тянет на пару килограмм. Попробуем. Очень вкусно. Еще вот этот Навальный и Пуко Река, это отличная картошка же, полностью оправдывает свою цену. Ну ладно, поехали дальше. Так, теперь у нас сок. Мы взяли апельсиновый, именно такой мы покупаем своим бойцам. Попробуем. Сразу видно, что сок натуральный. Из спелых апельсинов. Очень вкусно, прям отличный сок, как будто бы только что выжили. Как я выжму Навального, как Тузи Грелкову пору. Натуре берега по... В общем, отличный сок. Так, еще у нас есть... Это что? Икра. А, икра. Так, ну, у нас, в общем, икра... Так, погоди, в смысле икра? Я сегодня утром икру ел, она по-другому выглядела. Это кабачковая икра. А, а у них тоже есть? У-у-у. Угу. Так, ну, да, есть еще икра. Вот так мы наших солдат любим, икрой кормим. Да, ну, можем себе позволить. Вкусно, очень вкусно. Так что, гражданин Навальный, опять вы в лужу сели. Хотели подловить, а мы вот как икрой бойцов балуем. Так, что у нас там еще по плану? Ммм? Ну вот, тоже знакомое что-то. Немножко неспелое какое-то манго вы взяли. Ну, ничего. Да, вкус тоже странный. Ну, есть можно. В общем-то, наши ребята, я думаю, не будут жаловаться. В общем, что можно сказать? Навальный, как всегда, был жался. Хотел опорочить честь Росгвардии, а на деле просто изложил непроверенные домыслы. Подписывайтесь на мой новый канал. На следующей неделе покажу вам, что у меня в сумочке. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!